Сегодня мы объединим полученные знания из последних уроков и соберем в песню «Кукушка». Сделаем переходы между приемами звукоизвлечений и научимся пользоваться мобильным приложением «Метро-1». На предыдущих уроках мы разобрали все аккорды, которые нам понадобятся для того, чтобы сыграть песню «Кукушка». Также мы разобрали все приемы звукоизвлечений, и сегодня мы будем все это собирать вместе, друг за другом. Мы сыграем вступление песни, первый куплет и припев перебором номер два. А все остальное до конца песни мы будем играть в бою номер один. Вступление песни лучше сделать, ну его можно напевать. То есть это будет лучше, чем вообще просто ничего не делать, просто его играть. То есть можно просто сыграть. А я предлагаю напеть эту мелодию. Вот так. И пошла песня. 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 Моё, взгляни на меня, Моя ладонь превратилась в кулак, И если есть порох, дай я, Вот так. Кто войдёт по следу одинокому, Сильные да смелые голову сложили в воде. Мало кто остался светлой подойти, В трезвом луне до стёрной рукой страю. Солнце моё, взгляни на меня, Ну и так далее. То есть так мы играем песню уже до конца. И как можно сделать коду, то есть финал песни? Финал песни можно сделать вот так. Вот так. Первый переход между перебором и мертва на бой у нас будет после первого припева. И звучать он будет вот так. И если есть порох, дай я, Вот так. То есть у нас получается один такт, на который уходит фа-мажор. Фа-мажор. Мы просто сыграем вот такой приём звукоизвлечения. Переход будет у нас занимать ровно один такт. Нужно просчитать это время как раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. У нас будет аккорд соль-мажор, потом будет аккорд фа-мажь-7, который мы проигрываем вот так. Четыре, три, два, один. И вот с этого места мы начинаем играть уже вступление. То есть ля, минор, до, соль, та-та, та-ра-та-та-та. Второй переход между звукоизвлечениями у нас будет находиться в конце песни. Там мы будем переходить с боя обратно на перебор номер два. Мы заканчиваем играть песню, и в конце у нас остаётся последнее вступление, которое мы напеваем. И в момент перехода у нас будет звучать аккорд фа-мажор, целый такт, ровно точно так же, как мы это делали в предыдущем варианте. Мы играем бой и делаем остановку, и проигрываем большим пальцем вниз. И это время у нас будет занимать ровно один такт. Раз, два, три, четыре. 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 Второй переход. Когда мы переходим с боя на перебор обратно, мы сделаем вот так. Соль-мажор. Здесь у нас будет фа-мажор на баре, и мы просто проводим большим пальцем вниз. И опять у нас, получается, здесь будет вступление. Которое мы уже будем играть перебором номер два. Я хочу обратить ваше внимание, что мы будем играть аккорд фа-мажор на баре, и будем играть аккорд фа-мажор, который называется фа-мейш-7. Аккорд фа-мейш-7 мы будем использовать в припеве, когда играем перебором. А когда играем песню боем, мы будем играть аккорд фа-мажор на баре. Песня будет звучать хорошо, если темп игры перебором и темп игры боем будет совпадать. Поэтому первая ошибка, которая возникает на начальном этапе, это когда мы играем перебор медленно, а обои играем быстро, либо наоборот. И поэтому песня у нас звучит по-разному. Для того, чтобы выровнять звучание куплета и припева, это можно сделать, научившись играть под метроном. Давайте разберем, что такое метроном и как под него играть. Также я пользуюсь мобильным приложением метроном. В этом метрономе у нас есть большое преимущество. Здесь есть кнопка Tab. Что означает кнопка Tab? Если мы включим музыкальную композицию какую-нибудь и начнем нащелкивать кнопку Tab, то мы увидим скорость, с которой играется эта композиция. Давайте попробуем. Вот, то есть он нам показал примерно 116. Раз, два, три, четыре. Здесь у нас слева есть вот такой кубик, который может увеличиваться. Вот он. Я его сделал больше, нажатием на него. Значит, в этом месте он будет сильнее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это делается для того, чтобы... Ну, это у нас звоночек на метрономе. То есть, если на простом метрономе у нас есть звонок, то здесь у нас этот звоночек делается именно вот так. То есть рукой нажимаем, и мы можем менять этот удар. Вот здесь у нас 4 к 4 написано. Также можно поменять этот размер на какой-нибудь другой. Здесь вон есть варианты. Надо покопаться, порыться. Вот 4 к 4. Плюс 4 к 8. Вот 5 к 8 можно сделать. Можно сделать 6. Давайте сделаем 6. Сейчас послушаем. 6 к 8. Ну, и как оно у нас и зазвучит. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ага, надо вот этот сделать сильнее. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Играть песню в оригинальной скорости это не совсем будет правильно. Для начала нужно научиться просто играть. А потом играть это в оригинальной скорости. И иногда даже песня будет звучать лучше, если ее играть не в той скорости, в которой она звучит на самом деле. Какую-то песню лучше сыграть даже медленнее. Я чаще играю песни медленнее, чем они звучат в оригинале, потому что когда ты играешь песню на гитаре, она все равно будет звучать иначе. И следующим фактором, зависящим на скорость исполнения песни на гитаре, зависит то, с какой скоростью вы пропеваете эту песню. Нужно успевать пропевать песню, и чтобы она не звучала торопливо. Я предлагаю сыграть эту песню на скорости 96. Песню еще недописанных слов. Субтитры создавал DimaTorzok Играть песню под метроном на начальном уровне обучения – это неправильно. Лучше научиться сначала играть по отдельности части под метроном, просто без пения, чтобы понимать, как они должны звучать. А потом соединить их, чтобы скорости соответствовали, чтобы перебор и бой звучали на одной скорости, и чтобы получался переход. Чтобы можно было понимать, как эти два приема звукозречения будут звучать на одной скорости. А потом со временем можно попытаться сыграть и спеть эту песню под метроном. Но это только лишь со временем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok